Аббас Галямов Ну, в целом, конечно, у него были тренды в прошлом году, когда он укреплял свои позиции. Были моменты, когда он укреплял свои позиции. А конец лета и осень, по крайней мере, с точки зрения его позиции в эстеблишменте, он укреплялся. Ближе к концу года этот позитивный задел исчерпал себя, и снова появились проблемы. И сейчас, я думаю, тренд, несмотря на избирательную кампанию, тренд на ослабление продолжится. Укрепление было связано, в первую очередь, с убийством Пригожина, потому что, конечно, с точки зрения элит, это был очень серьёзный фактор. То есть они все поняли, что если до этого им казалось, что правила игры меняются, и можно уже игнорировать Путина, действует так, как считаешь нужным сам, как действовал Пригожин, то после его убийства стало понятно, что это было ошибочное представление, что Путин может кажется слабым, но в реальности у него ещё достаточно сил для того, чтобы, по крайней мере, в собственном доме, так сказать, навести порядок. Поэтому это был первый фактор, и второй, на него наложившийся почти сразу же, это то, что украинское контрнаступление выдохлось, не добившись тех целей, которые были так широко проанонсированы. В укреплении позиций Путина сыграл свою роль, знаете, то, что называется эффект низкой базы. Дело в том, что в предыдущие полгода его позиции были очень слабыми, значит, война явно неудачно шла, обстрелы российской территории, рейды РДК на территорию России, значит, конфликты между Пригожиным и Министерством обороны, конфликты между Пригожиным и вообще российским там истеблишментом. Всё это так создавало ощущение того, что государственность разбалтывается окончательно. Был момент, когда Пригожин взял Бахмут и был короткий, так сказать, слез в пользу Путина, но он достаточно быстро исчерпал себя. Во-первых, и Пригожин, сразу взяв Бахмут, тут же отступил со скандалом, так сказать, не дожидаясь, ну, то есть практически не зафиксировав победу, да, то есть плюс сразу конвертировался в минус скандал с Кадыровым, там у него разборки были, потом сильные разборки начались с Шойгу по поводу контрактов, которые Министерство обороны требовало подписать, в том числе от вагнеровцев. Потом тут же сразу, значит, вторжение в Белгородскую область РДК и Русского легиона, и, значит, потом во всем мятеж Пригожинский, ну, то есть в совокупности вот первые полгода создавали ощущение, что, ну, все уже, так сказать, кранты, извините за выражение, и тут раз Путин сначала убивает Пригожина, а потом украинское контрнатопление выдыхается, да, и вот с учетом вот этой низкой базы становится, создаётся ощущение, что, ну, надо же, зря мы его, вот, так сказать, со счетов-то списали, жив ещё курилка, да, и плюс потом посыпались, как из рога изобилие заявления, значит, западных политиков, медиа, там, о том, что вот мы устали, Запад устал, что помогать так оружием Украине, как раньше помогали, уже не сможем. В Украине тоже, значит, там заложенный стал ругаться с Зеленским, якобы, там, значит, волна там пораженческих комментариев, в том числе от высшего руководства Украины, тех, которые раньше демонстрировали, так сказать, оптимизм, тут вдруг такое пораженчество начали демонстрировать, ну, не совсем уж пораженчество, не буду преувеличивать, но, тем не менее, от предыдущих там комментариев мало что осталось, от их оптимизма, такие очень пессимистичные они стали. Вот, заложенный, например, сказал, что всё, вот война, так сказать, ну, то есть наш наступательный потенциал исчерпан, да, война вошла в тупиковую фазу, победить мы не сможем, а все же ждали, что после того, как украинцы, так сказать, героички сражались в обороне, ну, теперь, когда они пошли в наступление, ну, туши свет прямо сейчас будет, а вот этого не сбылось, да, это то, что называется, эффект обманутого ожидания. И поэтому осень для Путина прошла, так сказать, со знаком плюс, но, во-первых, движение жен мобилизованных, во-вторых, и социология, и явное отсутствие очередей военкомат, и нехватка пушечного мяса, когда наступка попытка взять Авдеевку опять забуксовала, так сказать, там, уложили кучу людей штабелями, и остановились. Вот, всё это показалось, что не настолько уж крепкие позиции Путина, не настолько они укрепились, плюс то, что они укрепились, скорее, с точки зрения, так сказать, элит, да, вот движение жен мобилизованных показало, что народ продолжает, в общем, ну, по-прежнему настроен в отношении, значит, перспектив достаточно пессимистично, ну, то есть движение жен мобилизованных — это такой индикатор, это как флюгер, который показывает, куда дует ветер, это индикатор настроения в обществе в целом, эти женщины, они же не будут, понимаете, это же не какие-то там сторонники Навального, да, такие вот, знаете, принципиальные оппозиционеры, это люди, которые ещё вчера были логилистами и аполитичными, и такие люди не протестуют, если они не чувствуют, что в целом, ну, вот, так сказать, поддержку окружения, да, вот, и тот факт, что они всё-таки начали протестовать, и всё меньше, со всё меньшим уважением говорят о Путине, это, на самом деле, показывает нам, какие настроения доминируют в социуме, по крайней мере, в значительной части, там, социальной группы, то есть женщины, как бы, вот, их окружение поддерживает, дескать, всё правильно говорите, да, давайте, давайте, дуйте от горы, вот, поэтому вот этот позитив, он осенний, про который я говорил, он носил такой ограниченный характер, то есть я вот не хочу, чтобы сложилось впечатление, что, так сказать, это было повсеместно, там, нет, есть такие, так сказать, долгосрочные тренды, да, такие фундаментальные, и они по-прежнему для Путина негативные, но есть краткосрочные тренды, вот, которые на поверхности, которые в какие-то моменты более заметны, чем долгосрочные, да, они больше связаны, так сказать, с новостной повесткой, чем с фундаментальными, вот, социальными процессами, вот, вот этот, долгосрочные тренды, они как были для Путина негативными, они так и остаются. А краткосрочные в какой-то момент пошли в плюс, да, но потом вот эти долгосрочные негативные тренды их, так сказать, подутопили. Очень сильно подпортило, конечно, Путину декабрь вот это вот выдвижение Дунцова и неожиданно поднявся, если так сказать, волна, когда буквально за несколько дней вчера еще совершенно неизвестный персонаж, который, ну она даже не то, что не федерального уровня политика, она и не регионального уровня, она политика муниципального уровня, то есть с точки зрения большой политики, ну ноль, так сказать, да, и вот она говорит, что она выдвигается и в течение нескольких дней она раскручивается до фигуры федерального масштаба и, значит, тысячи сторонников и готовы собирать ей подписи, и Кремль, значит, который декларирует какая-то небывалая поддержка у Путина, значит, какой он, во-первых, геополитический гений, а во-вторых, как народ вокруг него сплотился, вот, и вот вся эта машина вдруг, значит, прячется в кусты от Дунцовой, ну, в буквальном смысле слова, то есть ее отказывают, ее пытаются сбить прямо от самых дальних подступов, то есть ее даже до сбора подписей не допускают, хотя до этого всю дорогу декларировали, что наша главная задача — это легитимность, ну, то есть если ваша задача — легитимность, ну, так допустите всех до выборов тогда и возьмите, и выиграйте, ну, пусть она свои 2-3 процента наберет, вы же сами говорите, что 70 или 80 процентов россиян за Путина, ну, так что вам бояться Дунцовой-то тогда? Пусть идет, спокойно регистрируется, но нет, понимаете, наплевав на легитимность, забыв про легитимность, они тут же, значит, Дунцову на дальних подступах отстрелили. Тем самым, ну, Кремль продемонстрировал, что он понимает, что феномен русско-тихановской возможен, то Дунцову — это… что вот эти рейтинги Путина и авторитет Путина, и всенародная любовь к Путину — это достаточно искусственная конструкция, она работает только в очень такой, значит, искусственно созданной ситуации, как такая аквариумная рыбка, которую нельзя выпускать в водоем, вот, на, так сказать, на Приволе, да, там моментально сожрут. Вот Дунцова в этом смысле там большую роль такую сыграла, она, по сути, оказалась в роли такого андерсоновского мальчика, который крикнул, что король голый. То есть если до этого мысль о том, что одни военный кандидат может сыграть роль Тихановской, она была, очевидно, только политтехнологом, ну, людям, разбирающимся, вот, в том, как профессионально разбирающимся, в том, как работает общественное мнение, профессионально работающим с ним, то после истории с Дунцовой, конечно, и Гиркин там же из этой же серии тоже, вот, ну, то есть когда самых интересных, самых ярких кандидатов отстреливают на дальних подступах, а регистрируют только таких, как Харитонов, значит, людей из позавчерашнего дня, ну, прям таких мухоморов старых, значит, откуда-то вытащенных из загашек, да, вот, вот, ну, это как раз говорит о том, что прекрасно всё в Кремле, кремлёвские политтехнологи понимают, что всё это, вся эта конструкция на песке, так сказать, стоит. Вот, ну, вот в таком, в таком виде вот мы вступили в Новый год, конечно, то, что будет происходить в ближайшие месяцы в первую очередь зависит от ситуации на фронте, потому что если вдруг там какие-то чудеса случаются и российская армия сейчас там возьмёт Авдеевку и начнёт там наступать дальше, на Киев пойдёт, ну, тогда у Путина дела поправятся, значит, движение жён мобилизованных, оно расти не будет, ну, то есть все сядут и будут ждать, так сказать, ну, ладно, там совсем чуть-чуть осталось, да, до конца войны, потерпим. Вот, а если такого вот наступления не будет, а, строго говоря, пока, ну, мало что указывает на то, что оно возможно. Вот, если такого не будет, то тогда все эти тренды, тренды негативные, они будут ухудшать положение Путина, и, строго говоря, в ходе кампании он, его позиции будут не укрепляться, а, скорее всего, ослабевать. Дело в том, что выборы — это такое время, когда избиратели копают чуть глубже, чем обычно, и это ведёт к тому, что их зависимость от пропаганды каждодневной уменьшается. Если в обычной ситуации, значит, допустим, вот я там обыватель простой, я сижу дома, и мне звонит социолог и спрашивает, значит, одобряю ли я деятельность Путина, и там собираюсь я голосовать за Путина, то я, знаете, в этой ситуации обычно вспоминаю, так, Путин, а что там Путин? Ну, вспоминаю, значит, вчерашние новости, например, телевизионные, да, я посмотрел, там, он куда-то поехал, что-то с кем-то встретился, что-то сказал, ну, всё правильно вроде сказал, да, поехал, там, встретился. Ну, то есть подача новостная, там, по отношению к нему благоприятная же, и комментарийный ряд там такой благоприятный. Поэтому я, скорее всего, вспомню всё это, скажу, ну, да, нормально, вроде одобряю. Вот. А в ситуации выборов, вот тут уже я не просто вспоминаю, там, то, что видел по телевизору. Я понимаю, что мне предстоит сделать выбор, он у меня раз в несколько лет, возможно, появляется, повлияет на политический процесс. То есть у меня вот есть законно мне данные, право влиять на политику через мой голос. И вот раз в шесть лет у меня есть возможность там либо одобрить президентский курс, либо не одобрить его. Вот. И я задумываюсь-то, хочу я, чтобы это продолжалось или нет. И в этот момент я уже не только новости вспоминаю, а ещё вспоминаю, значит, а что мне вообще обещали, да, когда-то там, во время предыдущих выборов. Сбылось ли? Начинаю думать, а хочу ли я, чтобы это всё продолжалось в завтрашний день, так сказать, ушло ещё на шесть лет. Нравится ли мне это? Понимаете? Вообще, начиная задумываться там не только о том, что я по телевизору видел, а вообще, а что мне с того, что они там по телевизору показывают, там, вспоминаешь, что яйца подорожали и так далее, и так далее. Вот. Ну, то есть момент, когда я начинаю думать, хочу ли я, чтобы это продолжалось, я начинаю анализировать не только телевизионные новости, а вообще весь спектр, так сказать, своих мироощущений. Там, где пропаганды нет, там, где пропаганда слаба, так сказать. Вот. И поэтому в ситуации общего, так сказать, негативного, негативных долгосрочных трендов, ну, такая политизация, более глубокое копание, оно ведёт обычно к снижению рейтингов. Поэтому вот если тренды резко там не изменятся вот каким-то образом, да, в пользу позитивных таких путинских, его рейтинги будут снижаться. Понятно, что в ситуации, когда он контролирует все институты, имеющие отношение к выборам от избиркомов до политических партий, прокуратуры, судов и так далее. Формальный результат, конечно, он себя обеспечит, независимо от его реальных рейтингов. Да, формально они нарисуют что угодно. Но ведь нарисовать-то мало, надо же, чтобы поверили в то, что нарисуют. Потому что если нарисуют со скандалом, так сказать, ну, как это было у Лукашенко в, значит, 20-м году, когда никто не поверил и в результат, официальный результат, и, наоборот, восприняли его как издевательство. Ну, так тогда Путин выйдет из этих выборов не с укрепившейся легитимностью, а с ослабевшей легитимностью. А, собственно говоря, тогда чего, ради чего огороды-то городили. Тогда вообще можно было выборы отменять, сказать, что в стране война, так сказать, вести военное положение, отменить выборы. Но нет, значит, они же не отменили их, потому что Путину нужна инъекция легитимности. Ведь действительно, из-за всех этих репрессий, ну, народ как-то стал и элитой, и простой народ, стали забывать, что Путин, так сказать, всенародно избранный. Он стал выглядеть, ну, как обычный диктатор уже, африканский такой. Вот. И вот чтобы напомнить, что нет, на самом деле есть согласие управляемых, так сказать, на вот это всё, что происходит. Это не самодурство, это воля народа. Но для того, чтобы вот это ощущение укрепить, собственно, он и пошёл на выборы. Вот. А может так закончится, что он это ощущение не укрепит, а, наоборот, ослабит. Да, если он победит, вот слишком очевидно за счёт фальсификации. То есть, понимаете, вопрос соотношения. Фальсификации, понятно, они будут, без этого нельзя, но они должны оставаться второстепенным, явно второстепенным способом обеспечения результата. А если они у него превратятся в главный способ обеспечения результата, ну, тогда, значит, что называется, пиши пропало. То есть, он выходит из выборов с ощущением, что он диктатор и народ, его ни черта не поддерживают, а это прямой путь к, ну, и протестам популярным, и к недружественным действиям со стороны элит, к переворотам, так сказать, там, военным мятежам и так далее, и так далее. То есть, там солдаты на фронте, им что, сладко, что ли? Им гибнуть охота? Вот. Одно дело, когда есть ощущение, что их посылает на смерть, так сказать, страна, от имени которой говорит всенародно избранный президент, и совсем другое дело, когда тебя отправляют на смерть, значит, престарелый диктатор там, над отловатым лицом. Вот. Ну, прям вот, принципиально разные вещи. Почему в одних случаях воюющие армии продолжают воевать ведь кровь, а в других случаях устраивают революции? Да вот именно вот от разницы в этих ощущениях зависит, на самом деле. Ну, вот как-то так. Ну, можно ли сказать о том, что сегодня, в каком-то смысле, коллективно женщины представляют угрозу для Владимира Путина, учитывая, что вы упомянули Дунцову, хотя наши зрители много вопросов про Бориса Надеждина вам задают, как зарегистрированного кандидата. Может быть, позже вы тоже о нем скажете. Нет, он пока не зарегистрированный, мы просто разрешили подписи собирать, зарегистрировали его инициативную группу. И кандидатом зарегистрированным он станет из того, как он соберет подписи, и Центр избирком проверит эти подписи и признает их достоверными. Ещё не факт. Да, ещё не факт. Вы правы, конечно. Но если говорить о протестах женмобилизованных, вы тоже об этом упомянули, не знаю, насколько велик их потенциал, но тем не менее, женщины сегодня Путину угрожают? Ну, ему угрожают все, и женщины, и мужчины. Ну, в принципе, народ вообще угрожает, понимаете. В Дунцовой гендер — это не главное. Это сильно вторичный фактор. Ну, то есть она вполне могла быть и мужчиной. И Надеждин теоретически способен эту же роль исполнить, который вот он теоретически способен подхватить это знамя, так сказать, которого там Дунцова несла, да, и идти с ним дальше. То есть он не тот самый мухомор, простите, что перебиваю, который вы сказали, что мухоморы пришли. Нет, ну, конечно, ну, Надеждин, он... Я не хочу его обижать, пока он не доказал, что он, так сказать, негодяй. Есть основания его подозревать в том, что он играет в поддавки с Кремлем, но основания это уверенно утверждать нет ни у меня, ни у кого другого. Значит, надо смотреть, что он дальше будет делать. Он, конечно... Ну, это не Харитонов, нет, конечно, это на порядок, ну, такая более нормальная фигура. Но, конечно, это и не Дунцова. То есть это не то, что вот глаз, реальный глаз народа. Ну, это представитель политического класса. В целом, политический класс воспринимается как бесконечно далёкий от людей, значит, равнодушный к их нуждам, ну, там такие вот неприятные персонажи. Надеждин, один из них, он выбирал из телевизора, понимаете? То есть его базовый избиратель к нему относится вот сейчас прям к большим-большим подозрениям. Ну, потому что с чего это тебя вдруг на протяжении долгих лет пускали в телевизор, да? И сейчас тебя допустили. Вот Дунцова не допустили до сбора подписей, а тебя допустили. Для того, чтобы развеять сомнения этого электората, ну, Надеждину надо, предстоит постараться. Ну, конечно, если он что-то там, ну, будет такое вот прям говорить, антипутинское, революционное, так сказать, призывать там, ну, он может убедить людей. Он, в принципе, испыт как оратор сильный. Вот. Но он может убедить избирателя, в том числе и ядерного протестного избирателя, значит, и сторонника Навального. Да. Но пока вот то, что он говорит, ну, не совсем вот в этом направлении, так сказать. Допустим, когда он, значит, объявляет сбор денег, чтобы вам помочь там белгородцам, пострадавшим от обстрела, да. Но надо понимать, что при том, при том, что, значит, тут такое двойное дно. Помните, как в «12 стульях» золотая голова конспиратор помогал детям и бас, так сказать. Вот. Ну, то есть, формально только помощь детям, а за этим скрывается такой политический смысл конкретный. И в случае с Надеждиной вот смысл такой не очень-то, да. По сути, он делает, ну, такой лоялистский шаг. Да. Ну, понимаете, он же не собирается в помощь обстрелянным накануне зрителям Киева или Харькова. Он собирается в помощь вот этим обстрелянным зрителям Белгорода. И в условиях, когда резко поляризовано политическое пространство, ну, прямо полутонов не, да, либо ты там за красных, либо ты за белых. Вот. Этот жест, ну, многим, конечно же, оппозиционерами, сторонниками оппозиции трактуется как маркер. А, не зря мы Надеждину подозревали, он что там с патриотами типа заигрывает, да. Я не утверждаю, что это, так сказать, крест на нем ставят. Нет, ну, компания длинная, там, впереди еще много событий. Но просто я к тому, что, ну, вот пока он делает такие шаги, ну, сомнительные. Да, вот сомнительные с технологической точки зрения. Повторюсь, формально, да, ничего не придерешься. Но выборы — это же не юридический процесс, понимаете. Выборы — это вопрос доверия. Доверю я или не верю? Станиславский сам, может быть, и не знал, почему он не верит кому-то, да, актеру. Вот не верю, и все. Да, и это само по себе уже факт. Это фактор, вернее, да, вот если Станиславский актеру не верит. И если избиратель не верит Надежде, это тоже фактор. Он просто за него не проголосует, понимаете. И Надежде, ну, он же тертый калач, он в политике, ну, не мальчик, он очень умен, и все, и он это точно понимает. И тем не менее, он на это идет. Может быть, конечно, он пытается, так сказать, обдурить Кремль, там, да, я сейчас, дескать, зарегистрируюсь, да, а потом я как-то там развернусь, да, и, значит, и начну. Может быть, дай бог, посмотрим. Но пока это вот, пока вот имеем то, что имеем. Но у Станиславского еще есть «я в предлагаемых обстоятельствах», и, возможно, приходится как раз маневрировать в тех самых предлагаемых обстоятельствах, которые есть. Но вот про Белгород хочу вас спросить, насколько это уязвляет Владимира Путина и ослабевает его. Все-таки он как раз в госпитале выступая, первого числа, кажется, он туда поехал, он сказал о том, что подкипает ответить, но Россия бьет только по военным объектам в ответ. Хотя, конечно, все все понимают, и мы знаем, как бьет Россия и что делает Россия. Такие чудовищные преступления совершает, мы это видим, но, тем не менее, Владимир Путин декларирует то, что декларирует. И вот что касается его ослабления через Белгород, через те удары, которые идут по этому городу? Смотрите, Путин может сто тысяч слов сказать, да, но вот есть факты, есть картинка. Бомбы, рвущиеся ракеты, рвущиеся на улицах российского города, трупы россиян, мирных россиян, лежащие на этих улицах, перекроют десять тысяч слов. Как помните, в этом «Вместе встречи изменить нельзя» Жеглов, так пистолет Володенька перекроет десять тысяч других улик. Ну вот, значит, что значит слова против вот таких вещей? Ничего. То есть, когда ракеты рвутся на улицах российского города, то все слова Путина о том, что все идет по плану, да, что мы, как он говорил, мы, значит, фактически сейчас там все, ну там делаем, что хотим, как он сказал на фронте, да, то есть мы настолько захватили всю инициативу на фронте, что вот делаем, что хотим, прямо вот его слова. Ну вот, ну это все ерунда, ничего себе по плану, у тебя, значит, россияне уже там десятками гибнут на улицах своих городов, а ты говоришь, что у тебя все идет по плану. Ну то есть ложь Путина становится очевидной, понимаете, благодаря вот этим вещам. Очевидным становится, что война-то идет не туда, куда надо. Ну то есть мы в лучшем случае ее не выигрываем, да, а может быть и проигрываем даже. Вот в чем начинают подозревать россияне даже лояльное, понимаете. А Путин, который проигрывает, он вообще никому не нужен. То есть надо понимать, что это вот сам по себе типаж, это такой вождь военного типа, он ценен только пока он побеждает. У него нет других источников легитимности, кроме его предполагаемой силы, понимаете. Вот есть лидеры разного типа, вот лидеры морального типа такие, да, которые, за которых избиратель не потому, что он там силен и всегда побеждает, да, а потому что вот он за правду, он честный, да, там типа Навального, например, да, или Обама, там, вот. Но я сейчас уже в такой, в имиджмейкинг чуть-чуть ушел, да, извините, так сказать, профессиональное, да, но это, на самом деле, важно, да, это определяет отношение основной массы людей к тому или иному политику, вот типаж, архетип, так сказать, да. Вот. И Путин — это в чистом виде вот сильная рука, что называется. Вот полюбили за то, что он сказал там «в сортире мочить будем», да, и с тех пор вот смотрели, как он расправлялся то с одним врагом, то с другим, то с третьим, то с четвертым, да, и вот убеждались в том, что да, он силен, у него на пути не стоит, так сказать. Вот. А теперь, когда он не в состоянии справиться, причем с кем, с Украиной, той самой Украины, которую он сам, и российская пропаганда на протяжении нескольких лет последних, ну, с грязью смешивали, да, называли там чуть ли не мусором под ногами, ну, то есть, когда это неполноценная нация, неполноценная страна, там, да, вот. Ну, то есть, это вот проблема завышенных ожиданий. Пропаганда сама сформировала завышенные ожидания. Киев за три дня, это же, ну, не я же придумал, что они говорили, да, понимаете. Вот. А теперь два года уже топчутся, значит, а в геевку взять не могут. Не то, что Киев, да, причем укладывают там штабеля, значит, там, штабелями, значит, солдат своих, да, да еще тут российские города бомбят, обстреливают, значит, вот. То есть, ну, как бы, вот есть все основания заподозрить, что, во-первых, Путин не так уж и силен, как он хочет казаться, а во-вторых, еще и врет, как все вымерено. Поэтому доверие к пропаганде падает. В целом, перед, прямо, Новым годом опубликовал цифры, значит, они там время от времени, раз в год в среднем, замеряют доверие к разным источникам информации. Телевидение, значит, в этом декабре 26% воспринимает, 26% россиян считают телевидение, ну, таким, достойным доверия источником информации. То есть три четверти россиян не считают телевидение таковым. А, значит, буквально пять лет назад таких было 50%, то есть два раза за несколько лет упали. Вот. Поэтому, конечно, эрозия такая там у них идет полным ходом. Если говорите, вы упомянули, что даже лояльные россияне начинают осмыслять что-то, и нельзя тут обойти, конечно, ту самую вечеринку, которая была у Ивлевой, и, точнее, то, что было после, те оправдания, которые звучали от артистов, которые, казалось бы, лояльны были этой власти. Ну, там довольно выборочно были эти наказания потом для них, и, опять же, из вычеркивания, и из фильмов, и из телевизионных программ. Вообще, насколько стоит на это в политологическом смысле обращать внимание? Нет, кейс, конечно, интересный, но он достойный внимания, потому что, смотрите, как это бывает. Власть выдавливает политику из... Она пытается уничтожить политику содержательно, да, потому что, ну, политика — это же конкурентное поле, да, конкурировать не хочется. Поэтому они пытаются подменить политику администрированием. Они уничтожают политику для того, чтобы править вечно, а, значит, вытесняют ее вот из того поля, где политика должна присутствовать, там, из парламента, значит, из политических партий, из, там, электорального поля, так сказать, да, из медийного пространства. Но в результате... А политика, она, как, знаете, вот любой физик вам скажет, энергия же никуда не исчезает, она просто из одной формы переходит в другую, из потенциальной кинетической, по-моему, насколько я помню, школьный курс физики, из кинетической потенциальной. А вот, и политика, она тоже никуда не девается, она просто из одной формы в другую перетекает, перетекает из одного места в другое. И происходит политизация того, что, строго говоря, политическим не являлось раньше, да, и не должно являться. И в данном случае вдруг важнейшим политическим фактором стала вечеринка, голая вечеринка этих звёзд. То есть люди стали политическую позицию свою определять, проявлять через отношение к этой истории. Значит, ну это такая многофакторная штука. Сначала, конечно, ну в основе всего лежал там просто вот взрыв эмоций вот этого, значит, патриотического сообщества. Дело в том, что на самом деле они могли взорваться по какому-нибудь другому поводу. То есть первично неформальный повод, из-за чего взрыв произошёл, а вот накопленная негативная энергия, которая требовала выхода. Значит, если вы заметили, то в последний год-полтора именно патриоты стали грешить тем, чем раньше грешили исключительно либералы. Если раньше либералы жаловались на то, что не тот народ нам достался, то теперь это делают вот эти зетники. Значит, они причитают, что мы там кровь проливаем на фронтах, а народ на фронт не идёт, ведёт себя так же, как будто в стране ничего не происходит, никакого там патриотического уединения нет. Вот. И, в общем, в этой ситуации всю осень Кириенко нам анонсирует устами своих источников, значит, ну, там, источников в своём окружении, что во время избирательной кампании периферийно, значит, тему СВО будут взбегать на периферию повестки. С технологической точки зрения оправданный, в общем-то, шаг. Ну, раз СВО теряет популярность, так и нечего там рассусоливать. К тому же нет ответа на главный вопрос, когда всё это закончится, и побед нет. Вот. Поэтому технологический шаг оправданный, но, конечно, он обижает всех силовиков, и он обижает, значит, это вот патриотическое сообщество, да. Ну, то есть мы там кровь проливаем, а вы нас игнорируете, делаете вид, что нас вообще нету, да. Значит, примерно как афганская война, вы так помните мем этот «Я тебя туда не отправлял». Вот. Ну, вот примерно так уже получается. И они, конечно, это воспринимают как такое предательство уже, там, чуть ли не удар в спину, значит, да. Но при этом предъявить претензии ни к Кириенко, ни к Путину они, конечно, не могут. Вот. И поэтому они лояльны. И вот. И у них копится, копится эта энергия, да, такая негативная. Вот. И она требует выхода. И тут вот случайно подвернулись эти, значит, голые звезды. И вот кто-то там первый сказал, там, что мы ради трусов Ивлеевой там воюем, что ли, да. И все, и понеслось. Дальше вступила в дело уже, значит, лично там путинская, патрушевская психология, психология вот этих высших вождей. Они же все уже старенькие, понимаете. И в целом уже они как бабки у подъезда уже, вот, значит, знаете, которые сидят и обсуждают, там, что вот пошла, там, губы накрасила, юбка короткая, значит, куда капится этот мир, значит, вот. Ну вот они тоже такие же, вот уже брючащие старики, да. Ну плюс наделенные, так сказать, власти. Вот. И кто-то им там занес, ну, Громов вроде как говорят, значит, занес им эту тему, то ли Путина, то ли Патрушева, там, значит, смотрите, что такое творится, там, значит, идет патриотическое единение, так сказать, а они тут вот игнорируют все это и, значит, голыми телесами трясут. Ну и те взбеленились, вот, как, я говорю, как бабки у подъезда. Хотя, строго говоря, ведь эти звезды пострадали за то, что они прислушались к Путину. И здесь же Путин говорит, что все идет по плану. Если все идет по плану, если у вас там на фронте победа за победой, значит, импортозамещение, там, прилет, значит, очереди из патриотов, военкоматы стоят, экономика растет, уровень жизни повышается. Ну, вы же сами это рассказываете нам, да? Ну, так а что тогда? Ну, то есть никакого форс-мажора нет, вы нам рассказываете, Владимир Владимирович, лично. Вот четыре часа в ходе своей прямой линии рассказывал о том, как все хорошо. Но мы тебе поверили и решили Новый год отпраздновать примерно так, как себя праздновали. Что, первый раз, что ли, у нас звезды голые там ходят? Ну, посмотрите фотографии из двухтысячных, там, я не знаю, какие-нибудь, да? Значит, и получается, что вот, как в народе говорят, били Фому за Еремину вино. Ну, то есть вообще на ровном месте. Просто потому, что поверили Путину. Причем вот логика тоталитаризма, да, ты никогда не знаешь, за что тебе прилетит. А Гиркин, например, ровно противоположное сидит. А он не поверил Путину, он кричал «Родина в опасности», тоже посадили. Ну, говорят, он про Кабаеву многое говорил, и за это тоже, из-за этого по-другому начали копать. Ну, не знаю, значит, это уже сплетни и слухи. Из того, что, значит, вот в паблике было, там про Кабаева, ну, может, один раз упомянул, да? Но в основном он говорил про другое. В основном он говорил про войну, про то, что вот мы ее ведем плохо, и если так дальше пойдет, то мы проиграем. И Шойгулов, а нервный маршал, значит, и Путин тоже, в общем-то, не айс. Вот что он говорил. И поэтому привносить Суак-Кабаеву, ну, я считаю, излишне. Это вот как правой рукой, знаете, левое ухо чесать. И получается, что одних наказывают за то, что они поверили Путину, ведут себя так, как будто в стране все нормально. А другого наказывают за то, что он кричит, что в стране не все нормально, что все пропало. Вот. И так плохо, и эдак плохо. Вот это логика тоталитарного режима, когда ты уже не можешь гарантировать себе безопасность, значит, с помощью занятия какой-то конкретной политической позиции. То есть при авторитаризме ты можешь быть в целом лояльным, вот, не критиковать власть напрямую в лоб, и все, этого достаточно. У тебя проблем с политической точки зрения не будет. А здесь этого недостаточно. Здесь уже надо вот колебаться с настроениями, значит, этих престарелых людей. То есть иногда надо делать вид, что все идет по плану, а иногда надо, так сказать, настраиваться так, что да, вот не время сейчас, родина в опасности. Это так. Значит, иммунитета сейчас уже нет ни у кого, и заставить говорить могут уже любого. Тут спрашивали вас про Владимира Познера, он появился в Дубае с Иваном Мургантом, там он выступил. Ну, Владимир Познер, известно, что он молчит. Один из таких последних людей, которые продолжают все еще не высказывать так активно свою позицию, ну, и ни за, и ни против, кажется. А что он сказал? Я не слышал эту новость. Нет, он ничего там не сказал, они просто выступали с Иваном Мургантом, насколько я понимаю. Дубай остался такой, одно из последних пристанища для выступлений, в том числе тех, кто не занял какую-то позицию конкретную, может быть. Ну, простите, я просто не понял, в чем вопрос. Я не знаю, что они сказали там. Нет, дело не в том, что он сказал, а в том, насколько вообще... Я спросила вас об иммунитете, которого, вероятно, уже нет ни у кого. Нету, я говорю, нету. И те, кто молчит, их в любой момент могут заставить говорить. Ну, те, кто как-то связан с Россией, здесь в контексте Познер просто упомянули, поэтому я как раз задала вам вопрос. Нет, ну, если совсем молчать, то шансов, что тебя прихватят, пока меньше, конечно. То есть режим еще не стал абсолютно тоталитарным. При абсолютно тоталитарном режиме, конечно, к тебе придут и скажут, а ты что это молчишь-то? Ты не согласен, что ли? Да, и все, и под белой ручкой поволокли. Вот. Но пока уж я преувеличивать не буду, все-таки, конечно, нельзя назвать нынешний режим тоталитарным. Он начал движение в этом направлении. Вот если до начала войны он был таким обычным, стандартным авторитаризмом, значит, теперь он движется уже в направлении тоталитаризма. Ну, то есть какие-то практики уже носят явно тоталитарный характер. Но масштабы, конечно, еще совсем не те. Но это было бы преувеличением говорить, что мы уже сейчас там приехали в 1937 год. Да, мы ближе к 1937 году, чем были в 1922 году. Но пока еще не доехали. Поэтому через молчание ты пока еще, конечно, ну, можешь пока какое-то время чувствовать себя более-менее спокойно. Но если движение в этом направлении продолжится, то тебя именно за молчание в какой-то момент и возьмут. А есть у вас понимание, почему все-таки выборочно так наказывали участников этой вечеринки? Там, мы знаем, Киркор. А что вы имеете в виду? А что вы имеете в виду? Что Билана не вырезали? Ну, условно. Там же ведь много было тех, кто остался в тени, кто присутствовал. Но там, мне кажется, там глава МТС, если я не ошибаюсь, тоже как-то... Вице-президент, да, МТС. Но его никто не тронул. Ну, то есть остаются все-таки неприкосновенные. Да нет, почему? Ну, там, ну, он был, я его фотографию видел, он же не был в каком-то непотребном виде. Но пришел на вечеринку, так сказать, да. Сам же не вырядился. То есть, я так понимаю, наказывали тех, кто слишком вызывающий лично был одет. От них требовали извинения, их наказывали. А за простое присутствие, ну, по крайней мере, пока там голову не рубили, я насколько понимаю. Ну, вот еще вопросы, которые приходят. Вопрос Абасу. Если в России сменится режим с пути низ на человеческий, рассматриваете ли вы для своей семьи вариант возвращения в Москву? Спрашивает Нирвана. Ну, семью, наверное, нет уже. Значит, ну, у меня уже дети в Израиле 5 лет. Они уже здесь в школах язык выучили. Вот. А сам, да. То есть, сам я, я же русский, российский политолог. Вот. То есть, я сам точно буду туда. Ну, как я вот работал до того момента, пока не стал совсем уж персоной нон-грата, так сказать, иноагентом, и уголовником. Я так и работал. У меня семья с 2018 года в Израиле, а я, ну, семью навещал регулярно, а так и постоянно летал в Россию, и проекты вел в России, работал в России. Вот. Поэтому, да, я собираюсь вот тем же самым примерно и заниматься. О состоянии Путина тут тоже есть вопросы. Пишут наши зрители, что вы в одном из украинских каналов говорили, что психологическое состояние его неутешительное. Вообще, о состоянии здоровья Владимира Путина, конечно, часто спрашивают и говорят. Ну, что скажете вы об этом? Замечаете какие-то тенденции? Ну, вообще он, конечно, выглядит и в смысле вот такого психологическом. Сейчас лучше, чем, допустим, полгода назад или в прошлом году у него были моменты, когда он совсем плохо выглядел. А сейчас он выглядит получше, то ли его как-то там, я ж не знаю, ну, отчасти, наверное, это связано с медикаментозной составляющей, то есть, наверное, как-то там что-то подбирает, какие-то там успокоительные травки, которые помогают. А, значит, отчасти это связано с тем, что вот большая часть осени, повторюсь, в принципе, события более-менее благоприятные для него развивались. Во всяком случае, не так плохо, как могли бы, как он сам боялся. И, наверное, в этой связи он воспрял. Вот, он очень хорошо провел эту прямую линию. Вот как политтехнолог говорю, не как гражданин, конечно, да, именно как политтехнолог. Я уж не знаю, напичкали его там транквилизаторами каким-то или нет, или сам он себя взял, так сказать, в руки. Но он очень эффективно отстроился вот от этого доминирующего в стране такого истеричного вот этого патриотического дискурса, когда везде поиск врагов, там, да, значит, везде там смершим угрожаем, там, бомбой ядерной, там, да, значит, как Гурулёв там кричит расстреливать прям всех, вот, в лучшем случае, если не расстреливать, то хотя бы имущество конфисковывать. Ну, то есть вот это бесконечная вот эта вот такая поиск врагов и истерика вокруг этого, да, и это, конечно, очень пугает обывателя. И Путин так, он, в ходе этой прямой линии, он так очень хорошо от этого дистанцировался, то есть он говорил как бы о врагах, ну, вот без ненависти, да, так выглядело, это так, как будто, ну, вот, да, так сказать, нападают на нас, там, приходится отбиваться, обороняться, да, ну, вот, но ненависти у него в сердце нет, да, вот, ну, дерусь, потому что вот дерусь, не более того, да, значит, такой прагматизм такой, знаете, например, его там спрашивают про, значит, вот разворот на восток, да, у нас очень многие пропагандисты, говоря о развороте на восток, вот привносят в него какую-то такую ценностную составляющую, что вот проклятый запад, мерзавцы и негодяи, разложенцы там, да, а вот восток, он, так сказать, заря человечества, и, ну, и они как бы вот пытаются показать, что разворот в сторону востока, он носит такой вот ценностный характер, а Путин, не, он демонстративно-утилитарен, он говорит, не, там просто новые рынки, да, и поэтому спрос на нашу продукцию, поэтому мы идем туда, это выгодно, вот, ну, то есть без вот этой вот надоевшей идеологии, индоктренирования там, то, что не надо индоктренировать, значит, и мы подкидывают там какие-то темы, ну, то, что вот, ну, типа, легко сказать там, да, вот, там про аборты спрашивают, да, там, это плохо, там, запретить там, да, а он нет, он говорит, да нет, зачем там, перебор будет там и так далее, то есть он, ну, показал себя, вот, ну, то есть очевидно, что он вышел в этом смысле из этой прямой линии, ну, там, укрепив свои позиции в глазах избирателя, да, да, те, кто смотрели, они, как бы, почувствовали, что, ну, слава богу, хотя бы вот президент у нас нормальный, то есть все эти чокнутые придурки там, конечно, достали, но вот, ладно, вот президент все-таки вот адекватный, может, он не даст, так сказать, этому всему безумию, так сказать, все-таки удержит его в рамках приличия, и, так сказать, вот за мной не придут, да, как каждый гражданин, так сказать, примерно вот так вот почувствовал. Я не говорю, что это радикально изменит ситуацию, в конце концов, значение имеют ведь не слова, а дела, вот, поэтому радикального изменения ситуации в пользу Путина из-за этой прямой линии не произойдет, и там, то, что он в ходе кампании будет говорить, тоже радикально ситуацию не изменит, но просто я вот отвечаю на вопрос о том, как его психическое состояние, ну, вот четыре часа он демонстрировал, так сказать, такой, высокую степень самоконтроля, то есть при этом, конечно, вот эта его, ну, такая вот эта реакция на евлейскую вечеринку, все-таки она показала, что, конечно, ну, все равно вот эта старческая, там, такая нетерпимость, вот, она есть, и это будет усиливаться, то есть они все больше пытаются залезть, вот, гражданам, так сказать, в кровать, там, пытаются объяснить людям, как, ну, то есть лезут в частную жизнь уже, да, а это людям не нравится, очень прям сильно, особенно молодежи, то есть молодежь, значительно, во всяком случае, ее часть, ну, больше половины точно, она готова, как бы, отдать политику на отпуск политикам, да, ладно, черт с вами, там, вот, ну, мы в этом не разбираемся, вы разбирайтесь, делайте ее, но попытку политиков залезть к нам, в частную жизнь, там, воспринимают прям в штыки, это прям вот табу, а эти лезут все, они вот не могут, им уже вот эти свои консервативные ценности, прям им вот девать некуда, они прям вот с ними прут, и они тем самым способствуют отчуждению общества от системы, да, они раздражают людей, вот, им бы этого не делать, а они не могут остановиться уже, да, то есть я к тому, что, ну, какого-то степени самоконтроля там такого тут не хватает, вот, поэтому, потом там очевидное такое колебание Путина, вот, между, так сказать, истребиной и голубиной позицией, дело в том, что, поскольку война теряет популярность, начиная чуть ли не с сентября, у нас Кириенко нам периодически, так сказать, закидывал информацию о том, что выдвижение Путина будет осуществляться в чисто, вот в сугубо мирной, так сказать, повестке, в рамках мирной повестки на выставке вот этой, которую они на ВДНХ организовали, там выставка достижения народного хозяйства, да, и вообще тему СВО, типа, она не будет центральной темой избирательной кампании, мы ее сдвинем, так сказать, на периферию. Вот была такая общеполитическая установка. И, например, в ходе прямой линии Путин ее, значит, такой подход продемонстрировал вполне себе эффективно. А потом, когда выдвижение происходит, он вдруг раз ломает план Кириенко, значит, и выдвигается, как у нас шутили, через жогу. Абсолютно военный контекст, слова, которые говорятся, сам факт, что он выдвигается в ответ на просьбу не жителя Пензы, там, или Саратова, да, делает это по просьбе человека из ДНР. Ну, то есть вот это повестка, да, в окружении военных людей, там, которые только что героев России получили. Ну, очень такая милитаристская история получается. Потом, значит, он прямая линия, ой, извините, новогоднее поздравление, очень демонстративно по сравнению с прошлогодним, такое, да, миролюбивое такое, да. На следующий день, чтобы компенсировать, он тут же едет, значит, в госпиталь, там, с военными встречаться. То есть расходятся две линии. Есть линия такая, условно говоря, политтехнологическая, такая циничная. СВО теряет популярность, нам нечего по этому поводу избирателю сказать, мы не знаем, когда это все закончится, критерии победы мы определить не можем, победой не пахнет, Авдеевка, под Авдеевкой застряли, никуда сдвинуться не можем, значит, поэтому, ну, тему СВО надо топить в других темах. Вот, это такая технологическая линия, силовикам и всем этим патриотам, им же это не нравится, да, мы там кровь проливаем, так сказать, для силовиков это, надо понимать, вообще вопрос власти, потому что если тема СВО стоит в центре повестки, так любой экономический вопрос тогда должен согласовываться с ними. Слово говоря, правительство, любое экономическое решение должно согласовывать с Совбезом, да, для них это власть. А если тема СВО на периферии, так сказать, ну, тогда и не лезьте, вот вам бюджет, воюйте, не лезьте в управление страной, вы тут при чем-то, мы там Сибирь, условно говоря, развиваем, да, в общем, их этот вот кириенковский курс, так сказать, ну, политтехнологический, давайте его назовем, политтехнологический курс на подыгрывание, заигрывание с общественным мнением и занижение роли СВО, их принципиально не устраивает, ни силовиков, ни этих, зетников, да, а Путин, вот он шарахается, получается, то в одну сторону, то в другую, вот он пытается сидеть на двух стульях одновременно, да, чтобы и народ не раздражать излишним милитаризмом, да, а с другой стороны, чтобы и силовики не обиделись, не сказали, так, президент-то нас предал, так сказать, да, кинул, вот, и вот он пытается на двух стульях усидеть, маневрирует, а стулья-то разъезжаются, в этом проблема, понимаете, и усидеть одним сидальшим на обоих стульях становится очень-очень трудно, так что у него в этой связи впереди проблемы, конечно, вот он, и вот досидеть до марта, да, после выборов, конечно, он может забыть про вот эту политтехнологическую составляющую, так сказать, да, и там и мобилизацию объявить, скорее всего, так оно и будет, и мобилизацию объявить, и, значит, ну, вообще вот пасть в этот милитаризм окончательно, а вот до марта ему нельзя так сделать, потому что, ну, это реально можно потерять голоса, и реально, как я в самом начале говорил, можно напороться на сильную волну протестного голосования, и тогда, ну, грош цена твоей победе будет, и ты выйдешь из выборов с легитимностью стремящейся к нулю, это так. Вот как раз к тому, что вы говорили уже в завершении, коротко зачитаю вопрос от, точнее, даже не вопрос, наверное, а реплика от нашей зрительницы, продолжение вашей мысли. Здравствуйте, пишет она, даже новогодние телевизионные празднества на федеральных каналах показали, что уже лояльные ранее зрители подустали от войны, ведь по сравнению с прошлым годом тема практически не затрагивалась в голубых огоньках. Вот спрашивает наша зрительница, решение ли это руководства каналов или команда Кремля, но, судя по всему, команда Кремля. Конечно, 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 да. Такие вещи телевизионщики сами не решают. Ну что ж, будем следить за развитием событий и благодарим вас за то, что нашли время сегодня поговорить с нами. Спасибо вам и всего доброго. Спасибо, до свидания. Политолог Абас Галямов был на прямой связи с Грэмом. Субтитры создавал DimaTorzok